Наталья Владимировна, 18 сентября Ахтубинцы придут на избирательные участки. Нас всех ждут два уровня выборов. Это в Думу Российской Федерации и в Областную Думу. По сути мы будем выбирать людей, которые в ближайшие пять лет будут определять законы, принимать законы для всей страны, ну и в частности для Астраханской области. Вот по какому принципу формируются наши парламенты? В этом году выборы в парламент Государственной Думы Российской Федерации и Думу Астраханской области пройдут по смешанной системе. Это пропорциональная система. Будут, значит, голосовать избиратели у нас за партийные списки, за партии. И мажоритарная система. Это одномандатные избирательные округа, на которые нарезана по Государственной Думе Российской Федерации вся наша Российская Федерация. И, значит, одномандатные избирательные округа, на которые нарезана наша Астраханская область. Значит, в Государственную Думу Российской Федерации у нас представляет 450 депутатов. Значит, половина из них, 225, мы будем избирать по партийным спискам. Значит, пропорциональному числу голосов избирателей, подданные за партийные списки. И 225 депутатов у нас изберутся по одномандатным избирательным округам. Дум Астраханской области у нас представляет 58 депутатов. 29 депутатов у нас будут избираться также по партийным спискам и 29 по одномандатным избирательным округам. Вся наша Астраханская область нарезана на 29 одномандатных избирательных округов. Вот, Наталья Владимировна, если такими простыми словами объяснить, да, то есть 50 процентов, половину парламента и областного, и федерального будет формироваться из депутатов-одномандатников, да, то есть тех депутатов, за которые мы будем голосовать непосредственно за личность. Независимо от партийной принадлежности, это могут быть и самовыдвиженцы, которые не принадлежат никакой партии, да? И половина будет формироваться по партийным спискам. То есть мы будем голосовать не за людей, а за партию. За партию. Вот так. Вот структура округов в Ахтубинском районе. Сколько округов и каким территориям? Наш Ахтубинский район представлен два избирательных одномандатных округа. Это номер один и номер два. Как правило, у нас в первый одномандатный округ входят все муниципальные образования Ахтубинского района, села, и два участка, 530 и 531, это часть Владимировки, город Ахтубинск. Во второй одномандатный избирательный округ у нас входит весь город Ахтубинск, это Ахтуба, микрорайон 7 ветров, центральная часть города. Петропавловка у нас всегда голосует за Черноярский округ. По причине того, что не хватает им численности населения, чтобы округ сформировать, поэтому наша Петропавловка всегда голосует за Черноярский округ. То есть принцип формирования округов, он из чего исходит? Из численности населения? Из численности населения в каждом конкретном округе. То есть по сути весь Ахтубинский район будет разделен на два округа, это вот сельский и городской. Условно. Условно. Раньше у нас всегда использовалось термин городской и районный, теперь у нас возложены полномочия на территориальную избирательную комиссию Ахтубинского района, одномандатный избирательный округ номер один и одномандатный избирательный округ номер два. Но на сегодняшний день уже все кандидаты зарегистрированы? На сегодняшний день все кандидаты у нас зарегистрированы, которые представляют и от политических партий, и самого движенца по первому и второму округу. У нас по первому округу это район, это поселение. Сколько кандидатов одномандатников зарегистрированы? Значит, по первому округу у нас зарегистрированы от Справедливой России Гелен Владимир Александрович, Фурик Алексей Александрович, это коммунистическая партия, Морозов Станислав Николаевич, это самое выдвижение. Это бывший глава поселения Болхунского? Самовыдвиженцы Архипов Илья Вячеславович, Куцаев Алексей Вячеславович и Гаджиев Заур Гаджиевич. Это партия Роста. Они собирают подписи, потому что на них не распространяется право. Партия молодая, поэтому они собирают подписи. Также представляли подписи избирателей для регистрации. И Бакулина Лариса Григорьевна от партии ЛДПР. Таким образом, 7 человек у нас зарегистрировано по второму округу. Сколько из Ахтубинского района кандидатов, депутатов уже попадет в Думу Астраханской области? Вот именно из одномандатников? По одномандатным округам. Это будем выбирать простым большинством голосов. Один округ, один кандидат. Почему и называется одномандатный? Один мандат будет замещен. То есть по району из 4 мы будем выбирать. Тот, кто наберет самое большее количество голосов, он попадет в Думу Астраханской области. И соответственно из 7 депутатов по городу, тот, кто наберет наибольшее количество голосов, он единственный попадет в Думу Астраханской области. Это по одномандатным округам. По выборам в Федеральную Думу такой же принцип, по одномандатникам. Будут фамилии и один человек, который в регионе наберет наибольшее количество голосов, попадет в Думу Федеральную. А по партийным спискам можно сейчас уже говорить, сколько человек, ну хотя бы приблизительно, из опыта, может быть, прежних выборов попадает в парламент региональный? Будет все зависеть, в принципе, от того, насколько большое количество людей проголосует за конкретную партию. Чем больше людей проголосует за партию, тем больше людей от этой партии в результате попадут в парламент. Мандаты будут распределены между списками избирательных объединений, которые вошли в этот список партийных объединений. Ну вот, если я не ошибаюсь, в том составе Думы региональной, которая есть на сегодняшний день, которая заканчивает свою деятельность уже, у нас на сегодняшний день два кандидата одномандатников работают, да, это Фурик Алексеевич и Каманин. А Наталья Михайловна, Быховец, если опять же я не ошибаюсь, по спискам прошла, да, получается у нас от Ахтубинского района три кандидата. Да, на сегодняшний день от Ахтубинского района у нас работает Фурик Алексеевич, Каманин Александр Силович и Быховец Наталья Михайловна. Наталья Владимировна, четыре бюллетеня будет на наших избирательных участках. Что в этих бюллетенях будет? Давайте еще раз проговорим. На избирательных участках избиратели, придя голосовать, получат четыре бюллетеня. Значит, в этих избирательных бюллетенях будет первый бюллетень, это по Госдуме Российской Федерации, это мы будем голосовать за партии, это будут партийные списки. Второй бюллетень, это будет конкретно, мы будем голосовать за человека, который зарегистрированный по одномандатному избирательному округу, 74-му, это так представлена наша Астраханская область. И по Думе Астраханской области мы также будем голосовать за партийные списки и по одномандатным избирательным округам, то, что представляет наш Ахтубинский район. То есть два бюллетеня будет для Думы Астраханской области и два бюллетеня для Федеральной Думы. Нас нередко спрашивают избиратели, а когда мы будем избирать глав муниципалитетов и губернатора? Главу муниципалитета нашего Ахтубинского района и губернатора мы будем выбирать в 2019 году. То есть через три года. Скорее всего тоже в сентябре. В сентябре месяце, в единый день голосования. В сентябре месяце, в единый день голосования. Наталья Владимировна, ну вот из опыта, как много приходит избирателей на избирательные участки? Как проявляется вот такая гражданская активность нашего населения? Половина хотя бы принимает избирателей участие в выборах. Ну участие в выборах принимают у нас, ну 30% барьер мы обычно преодолеваем. А что такое 30% барьер? В принципе по закону сколько пришло, столько и выборов в любом случае будут считаться состоявшимися. Спасибо вам большое за информацию. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова